У Гомерри подвели выники областного экологичного конкурса «Зелёный витамин». Он является часткой доброчинного проекта «Юное дарование и экология 21-го года». Сирот задач – садейничание экологичному выхованию детей и молодых. Самые креативные и яркие работы удельника утрапили у объекта нашей камеры. Кветки, садовина, огороднина – незвычайные природные элементы. Выкористовывать для створения экспозиции для конкурса можно усе, что выросло у огороди, тезнодено на природе. Конкурс «Зелёный витамин» не обмяжовывает фантазию и даёт махчимость покреативить удостоль. Навод, коли на первый взгляд в учебу мало перекликается с творчостью, место для ЕЕ завсюду знодится. Одинаково все работали. Нельзя сказать, кто больше, кто меньше. Представлена эмблема, которая есть у нас на форме вроде шеврона. Я даже могу вам показать. Вот эта звезда. Там изображена тоже из овощей. Ещё там есть, как в старые времена были спасатели, как они ликвидировали пожар. И в новое время, что есть лодки, самолёты, вертолёты, рукава. Выхованцы городецкой допоможной школы-интернатора Горшовского района привезли сюжетную композицию, объединанную темой белорусского письменства. Идея возникла одразу, как только детяши фонда ввести о проведении конкурсу. Гэта эвелизарная книга так сама частка композиции. Ее вышиня – полтора метра, вага больше, как 40 килограммов. Звычайно, книги паперовые, а гэта дравляная. Основа с фанеры, декор, кветковый. Природный материал сбирали уыхованцы школы. Нешто вырошвали на присядзидном участку. Самое сложное – это было вложиться в сроки и успеть. Очень мало времени и переживали, что погодные условия меняются, начинаются дожди и цветы сохранить в таком состоянии, в котором они рождаются. Это очень трудно. Традиционно, до уделу экологичном конкурсе, запрашаются интернатные установы, социальные притулки, детячие домы, семейные гаты, пушмодетные семьи. У гэтым годзе яны привезли некольки сотню работ. На особные можно только глядеть, иншев покыштовать. Але гэта поздней, коли журы вынесе свой вердикт. Буйство фарбов и неостримный полет фантазии. При такой шматгранности работ у журы вельми складанная задача. Вы увидели, творчество не имеет границ. И очень важно, что дети наши заняты, досуг детей организован. Единственное наше мероприятие, на которое не надо звать. К нам идут, если мы дали только предложение, попросили принять участие в этой уникальной выставке экологической. Вы знаете, много лет, уже 14 раз проходит этот замечательный конкурс. Мы думаем, что уже можно такое придумать. Но, тем не менее, нас удивили, поразили и Диснейленд, и спектакль Ромео Джульетта.